Всем привет! Меня зовут Настя, и в этом видео я хочу показать, как можно связать гнездышко для новорожденного своими руками. Для этого нам понадобится 2 килограмма толстой пряжи. Делаем первую петлю. И таких петель у нас должно получиться 10. Обязательно следите за тем, чтобы петельки были одинакового размера. Получилась у нас вот такая косичка. Дальше мы просовываем руку в последнюю петлю и через петлю вытягиваем нить. Дальше вот так вот соединяем и снова протягиваем нить. Получается у нас еще одна петля. Вот такое закругление получилось. Дальше мы через крайние петли вытягиваем нити и провязываем таким способом петли. Последнюю петлю провязываем два столбика. Один. Через эту же петлю захватываем еще раз нить. Таким образом мы формируем закругление. Дальше мы также через каждую крайнюю петлю протягиваем нить. Дальше у нас вот тут остается три петли. В одну петельку мы делаем два столбика. Один. Снова в эту же петлю второй столбик. В следующую петлю один столбик. И в третью петлю снова два столбика. Переворачиваем наше вязание. И дальше все по старой схеме. За крайнюю петлю выводим нить. Вот у нас осталось опять три петли. Две по краю и одна по серединке. Делаем опять так же. В одну петлю делаем два столбика. Один и два. Та, что посерединке, здесь один столбик. И в крайнюю петлю два столбика. Следующий ряд мы будем вязать точно так же. В крайнюю петлю провязываем петельки. В эти три петли провязываем также два столбика, один столбик и два столбика. Так у нас будет ровное закругление. Один столбик, второй столбик. Здесь один столбик. И в крайнюю петлю опять два столбика. Преворачиваем изделие и довязываем все точно так же. В эту петлю два столбика. Один и два. В петлю, что находится посередине, один столбик. И в крайнюю петлю снова два столбика. Один и два. Переворачиваем наше изделие. Так и дальше все по схеме. В крайнюю петельку просовываем нить. Основа для гнездышка у нас готова. Посмотрите, какая ровная она получилась. Как посчитать ряды? Вот, смотрите. Вот у нас первый ряд. Вот второй. И вот третий. Три ряда получилось. Дальше мы делаем закругление таким способом. По одному столбику в каждую петельку, но уже не в заднюю стенку петли, а в переднюю. Мы делали вот сюда. Сейчас мы делаем вот сюда. В каждую петлю по одному столбику. И так провязываем целый ряд. Такая стенка получится более плотной. Если у вас нитка перекручивается, вы обязательно ее выпрямляете, чтобы изделие получилось более объемным. Продолжение следует... А здесь мы вяжем опять по старой схеме. В каждый столбик, но под всю петлю. Там, где должно начинаться закругление, мы вяжем через один столбик. Закругление сделали. Теперь снова провязываем петли в каждом ряду, в каждом столбике. Мы провязали последнюю петельку. Теперь мы обрезаем примерно 20-25 см. Затягиваем. Нет, мы даже слишком длинную нитку оставили, поэтому можно сделать покороче. Общипываем кончик. Дальше нам понадобится игла для валяния. Она продается практически в каждом швейном магазине. Дальше можно спрятать вот этот кончик, как вам нравится. Я возьму соседнюю петлю и спрячу под нее кончик. Так вот заворачиваем и протыкаем иголочкой. Лучше всего это делать с внутренней стороны, чтобы не было видно каких-либо повреждений. Теперь нужно еще спрятать кончик, который был в начале. Длина по донышку 70 см, ширина 35 см. Связала я такое гнездышко примерно за час, даже меньше, минут за 40. Подписывайтесь на мою инсту, там я выкладываю фото своих работ. У меня есть не только гнездышки, но еще пледы разных размеров. Ссылку я оставлю в описании. На этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и пишите комментарии. Субтитры сделал DimaTorzok